Не хобби и не спорт, когда рыбалка вне закона. Ну где конкретно она стояла, вот твоя сеть? В Приморско-Ахтарске поймали браконьера. Бизнес, построенный на крови. По газете Авторынок успели продать капот, фары передние и дурала передних. В Адыгее осудили убить таксиста. В одном кармане граната, в другом конопля. С таким содержимым житель Денского района разгуливал по улицам. Добрый вечер, эфир 9 канала продолжает программа «Что случилось в студии Николай Филаткин» прямо сейчас. О неприятностях на территории нашего региона. Ходил по станице пьяный с гранатой и наркотиками. В Денском районе полицейские задержали мужчину, в одном кармане у которого была граната, в другом запал к ней, а в третьем марихуана. О странном человеке, разгуливающем по улицам Старомышастовской, в полицию сообщили прохожие оперативники. Его задержали и уже в отделении проверили карманы. В коноплях, в пакетнику, вещество находились в ответственности на растительное происхождение, пробито через ситом, слабое. Такую же находку полицейские обнаружили и в другом кармане куртки. Мужчина подтвердил, что это марихуана, которую он регулярно употребляет. Изъятые предметы полицейские отправили в экспертно-криминалистический центр. Задержанный может стать фигурантом уголовного дела по двум статьям, связанным с незаконным оборотом оружия. Некогда первых лиц Крымского района сейчас обвиняют в халатности, служебном подлоге и покушении на мошенничество. В Следственном комитете России по Южному федеральному округу завершили расследование уголовных дел в отношении нескольких чиновников. Сыщики обвиняют экс-главу Крымского района Василия Крутько, бывшую главу Нижнебаканского сельского поселения Ирину Рябченко и экс-мэра Крымска Владимира Улановского в том, что во время наводнения они не оповестили жителей о наступлении стихией. Кроме того, по версии следствия, чиновники распорядились составить задним числом документ, в котором говорилось о своевременном предупреждении населения. С такими же обвинениями следователи выступили и в отношении экс-руководителя районного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктора Жданова. На него еще заведено дело за мошенничество. Жданов писал свой адрес в список затопленных домов, чтобы получить компенсацию, но при этом его жилище в зону подтопления не попало. Сейчас все материалы дела находятся в прокуратуре. После подписания обвинительного заключения их передадут в суд. Безграничная любовь к близким заставила пойти на преступление. Чтобы сделать подарки своим младшим брату и сестре, 19-летний парень обокрал магазин детских товаров. Преступление произошло в станице Октябрьской Крыловского района в торговый павильон юношу проник ночью. Попасть внутрь труда не составило. Входную дверь он открыл одним рывком. Прихватив несколько мягких игрушек с витриной и 11 тысяч рублей, молодой человек скрылся с места преступления. На следующий день его задержали полицейские. Оказалось, что на украденные деньги парень купил другу кроссовки, себе джинсы и гору сладостей своим младшим брату и сестре. Возможно, им же он хотел подарить похищенные игрушки. Молодой человек жил в неблагополучной семье. Мать его лишили родительских прав уже давно. Его воспитывал отец. Сам юноша нигде работать не хотел, часто бродяжничал. После очередной ссоры с родными отец выгнал его из дома. Сейчас в отношении заботливого брата следователи завели уголовное дело по статье «Кража». Такой противозаконный подарок может стоить ему свободы. Парню грозит до пяти лет тюрьмы. Верховный суд Адыгеи отправил за решетку убийц таксиста. Год назад Игорь Горькуш и Александр Колбинцев находились в Краснодаре. На одной из городских улиц они поймали такси и попросили водителя отвезти их в НМ. Не доехав до места назначения в безлюдном месте, пассажиры потребовали остановить машину. После чего жестоко расправились с мужчиной. Один накинул на шею жертве удавку, другой добивал электрошокером по голове. Труп убийцы выбросили под железнодорожный мост в Северском районе. Автомобиль таксиста молодые люди угнали и выставили на продажу. По газете «Авторынок» успели продать капот, фары передние и дворова передних. За какую сумму? 10 тысяч рублей. Именно на продаже запчастей погорели преступники. Во время следствия Горькуш и Колбинцев во всем сознались. Их осудили по двум статьям – убийство и разбой. Каждого из фигурантов дела приговорили к 21 году лишения свободы, отбывать которые будут они в колонии строгого режима. Улов кубанских полицейских 100 штук тарани, 3 судака и 1 браконьер ловили в Приморско-Ахтарском районе. Стражи порядка заметили нарушителей во время патрулирования. Сейчас в крае проходит операция «Невод». Вместе с рыбой у молодого человека забрали и орудие для водной охоты. Задержанный показал оперативникам, в каком месте реки Бейсук установил две сети. Ну где конкретно она стояла, твоя сеть? Лодку браконьера полицейские нашли в Камышах. До окончания разбирательства она будет под арестом. А выловленную рыбу освободили из сети, подсчитали и уложили в мешок. Что дальше будет с ней, хранители порядка не сообщили. Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов. Максимальный срок наказания предусмотрен санкцией данной статьи до 6 месяцев ареста. С начала года по этой статье в крае возбуждено полтора десятка уголовных дел. Пока задержанный не стал фигурантом очередного, но ему все же придется заплатить штраф. Больше трех тысяч рублей. По 25 рублей за каждую осубь тарани и по 250 рублей за каждого судака. С начала марта, по середину июня на лиманах Кубани и в реках, куда рыба пойдет на нерест, действует запрет на рыбалку. Наркокурьера вычислили по ее поведению. Жительница Ростова-на-Дону на своей иномарке разъезжала по поселку Дагомыс и развозила синтетические наркотики. Девушка привлекла внимание полицейских своим странным поведением. Она перекладывала с места на место камни на тротуарах и руками ворошила мусор возле контейнеров. Стражи порядка решили задержать подозрительную девушку. Как оказалось, не зря в ее машине обнаружился синий рюкзак, доверху набитый наркотиками. Всего около 200 доз. Это считается крупным размером. Один из таких пакетиков полицейские нашли на тротуаре в центре поселка. Девушку заподозрили в том, что она делала так называемые закладки. Тайники, в которых хранились наркотики для продажи. Закладчики. Разломалось. На жительницу Ростовской области завели уголовное дело за распространение запрещенных веществ. Теперь оперативникам уже другой службы наркоконтроля предстоит найти поставщиков синтетического наркотика. Неожиданная встреча четырех машин обернулась трагедией в Сочи. Жертвой ДТП на трассе стал водитель 12-й. Машина с Карачаева черкесскими номерами, которую он управлял, влетела под больший груз. Шансов выжить у человека за рулем отечественной легковушки практически не было. Он погиб на месте. Автокатастрофа произошла в Хостинском районе, недалеко от указателя поворота на улицу Транспортную. Водитель грузовика рассказал, что успел увидеть, находясь в кабине в момент удара. Он ехал со стороны Адлера по крайней левой полосе. В районе места аварии возникла пробка из автомобиля. Сначала полицейским пришлось выступать в роли регулировщиков, а потом переквалифицироваться в грузчиков. Стражи порядка помогали загружать искореженные машины на эвакуаторы. По предварительным данным, причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения одним из водителей. Через семь лет условия содержания кубанских осужденных должны быть приближены к условиям европейских заключенных. Вместо казармы должны быть комнаты на 3-4 человека с почти домашней обстановкой. Об этом сообщил начальник регионального управления исполнения наказаний Юрий Кулик. Проводимая реформа должна улучшить бытовые условия заключенных и повысить уровень уважения к их правам. С осужденными уже работают психологи и социальные работники помогают определиться с будущей профессией. Еще одна задача реформы — внедрение системы социальных лифтов. Если преступник уже в стенах учреждения совершил серьезное правонарушение, то его переводят на более строгий режим. Если ведет себя хорошо, то условия содержания могут заменить на более мягкие. В прошлом году в Крае по решению суда досрочно освободили более 800 человек. На сегодня это все. С вами была программа «Что случилось» и Николай Филаткин. Увидимся, как обычно, в вечернем эфире 9 канала. До свидания.